я привык что все машины которые заезжают на стапель колеса примерно идут посередине швелеров поэтому и славу тут так загнал глядя в окно но оказалось она узковатая поэтому колесо поехала по краю но главное что не упали сегодня воскресенье утром общался с дедом реаниматором деду ринят реаниматору не повезло потому что у него гараж дома и говорит идти жужжать гараж нельзя потому что соседи заругают дед реаниматор ну блин мои соболезнования прими а мне проще у меня гараж гаражном кооперативстве да мне пофиг хоть куваллы воскресенье фигач целый день значит я приехал на работу на пару часиков ну как получится хочу посмещать колеса вперед потому что сегодня свободный стапель завтра если он загрузится блин боюсь опять это будут надолго опять время у меня не будет а слову все равно дети собирать надо да собирается мне димка дал мавильку димка спасибо за мавильку посылки было я прошлый раз когда это вчера было или позавчера позавчера немножко он замовил я вам смотрю ну трещинки все по заливала ну короче смотрю пылечкой начала преподать то есть блин час мавилька еще липкого то туда на липкая она липкая липкая как воск сейчас по пылечки погоняем она все по по засорается и все скроет все следы нашего с вами ремонта вот тоже все обработал там все обработал плоскостях туда по заливал короче уж это лгень кинула пол баллона димка извини значите над имели до подлюги я конечно могу и крабы снять переварить соленблоки на сантиметра 2 выдвинуть но блин не хочу портить их поэтому сейчас снимем тяги я думал не снимает думал опустите то думаю это ладно сниму снимем тяги и проточим я не знаю или открутим да попробуем там померить например три сантиметра потом подвинем на сантиметр колесо если станет центр то там ага значит два значит а сантим 10 миллиметров от точки того чтобы об этой фигне не страдать но блин хочется сделать машинку на 5 баллов видите этот вот два пальчика он не могут пролезть а тут у нас 4 свободно пролазить я понимаю что это завод все так делает она на заводских всегда так но блин мы не хотим мы нормально поэтому сейчас кофеёчек а потом снимаем тяжки славу ты к сожалению арка идет не и ровная а какая-то знаете вот тут такой так вот так вот вот так вот так а потом как-то вот тут так то есть у нее вот тут радиус ну не такой как здесь поэтому если даже вот я сместил колесо что у меня вот здесь три пальца пролазит уже три пальчика а здесь у меня ну чуть-чуть вот ну 4 нет но вот поняли 3 то есть здесь меньше блин на 6 миллиметров полнотаж колесо уже чуть некрасиво начинает стоять если брать центр арки потому что центр арки вот именно верхняя точка арки вот если даже опустить то не сильно она изменится а центр колеса вот то есть типа чуть некрасиво ладно не об этом так слова то вот этого работы никого не учу ничего не это я просто показываю как я их сбегаю все может кому-то пригодится значит примерно подвинул теперь померяем вторую сторону вот этой штуки до нашей переднего партуха ну примерно 30 30 миллиметров если эту поставить примерно на свое место то 15 получается пятнашка то есть 15 миллиметров проточки с головой хватит давайте 15 проточим по крайней мере хуже не будет а если даже мало про тут если даже все равно это мало 15 миллиметров то ничего страшного будет чуть туда смещено вообще ничего рощу и на шаровой у нас двигается чуть немножко туда-сюда и тут смотря как зажмешь хотя на своей машине отчетливо помню на таврии я протачивал 24 миллиметра но у меня стояла вазовская ходовка титаны стояли может из-за этого тут соленблок начинает плохо себя чувствовать но ничего страшного мы подголупаем немножко вот эту штуку чтоб она не давила в резинку ходят они аж бегом ничего не не вылетают они и так у таврии можно сказать вечные а если посмотреть направление двух шрузов вот я не знаю вот я сколько его выдвинул вроде даже не чуток а все равно палка нифига не перпендикулярной коробки еще хочет а дальняя дальнейший ой от короткий шруз вообще он видите с каким он стоит так что даже если мы выдвинем будет шрузом чем-то прикольнее работать вообще примерно вымерили так снимаем две палки идем протачивать снял две тяги посмотрел подумал я конечно могу их и перегнуть то есть там там наметил два отверстия на стопили точки сделал там отметил где край потом здесь перегнуть угол и здесь перегнуть тоже она уменьшится но были на друг сломают я сейчас возьму домой ехать надо поэтому будем точить в том гараже у меня на столе стоял мотор он есть он лежит он лежит на втором этаже и там стоял мотор и там стоял токарный патрон сейчас бы токарный патрон зажал бы эту штуку болгарку бы подставил просто рукой бы под мотор крутил патрон прокручивал болгаркой бы наметил именно идеальную канавочку но блин идти еще и тащить мотор сейчас патроном не хочу поэтому будем делать так кстати наметил левая правая потому что вдруг там какие-то приколы есть то нет никаких приколов но но дело в том что они чуть-чуть кривоватые если совместить вот все ровненько если ровненько совместить то здесь вот видно они не параллельны друг другу какая-то от удара пострадала какая я не знаю потому что удар был в краб ну как их обычно растягивают удар колесо и и растянуло но удар мог краб поэтому краб начала забивать колесо уперлась и возможно ее наоборот согнуло ну хотя я не верю ладно забудем про это давайте будем точить сейчас отмерим 10 миллиметров нет я жадный давайте 12 давайте 12 дадим сейчас скотчем обернем эти 12 миллиметров блин каких 10 каких 12 уж намерили с вами 15 миллиметров поэтому поэтому проточен 18 пусть будет блин а потом тут резьбы не хватит придется подлаживать что-то я помню такой был прикол не давайте на 17 вот 17 есть сейчас отчетчем и скотчем обмотаю себе натаврию тогда я делал это болгаркой потому что у меня не было нормального наждака но там был наждак на там 900 оборотов было блин он больше крышился чем обтачивался скотчем сделал вот так отметил 17 миллиметров от этого плясать и будем нам на проточить чтоб эта шайба вы поняли да дошла что шайба немножко здесь болтается поэтому померим потом еще по крабу давайте я попробую вам все-таки проточить на наждаке не хочу на наждаке он очень слабенький я тут буду до утра поэтому все-таки болгарка а и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok значит получилось раньше два пальчика с трудом так по-моему два пальчика было значит ну на миллиметров 15 подалось вот три пальчика здесь у нас нет здесь все таки 3 плюс сантиметр то есть если еще на миллиметров 8 вообще будя ли было но не хочу не надо у нас бразбор зверь не тереть не будет не будет все примерно примерно в центре в центре так дальше давайте расскажу что дальше случилось не случилось теперь надо это схождение сделать мы что натянули вперед а рычаг же стоит вот точка крепления рычага вот ось автомобиля а вот край рычага шаровой опоры а мы что вот так сделали соответственно колесо ж туда ушло теперь он в развале должно вот так стоять не знаю может может и стоит не стоит где я развал так не делал но немножко разве что немножко немножко ахана еще чуть-чуть неправильно стоит вот так должен быть отлично да класс теперь получается что это колесо вот я сделал ровно а это колесо тер поворачивать на очень много вправо теперь на восхождение сделать ну короче видно да что он у них не на себе тер по рулют надо или две тяги немножко скрутить или одну какую-то у меня руль стоял криво кстати мы туда у криво поставили знаю сейчас вот примерно по центру поставим и увидим что то колесо стоит нормально а вот эту тягу надо скрутить сейчас примерно по доске сделал одинаковое схождение на глазик хотя и хотел потом поехать на развал схождение но схождение но блин а вдруг я не доеду но имею ввиду вдруг время опять не будет поэтому нивелир диску диски мне ровные 15 видно на 15 15 1 то есть без миллиметра от этого расстояния то есть колесо вываленная вообще не вываленная грубо говоря полностью в норме тут вообще одинаково там какая-то десятка бегает то есть колесо стоит строго вертикально сейчас что еще проверим я думаю это все на вас делал первый раз развал поэтому я с этим колесом явно не угадал нивелирка пятнашка видно до 15 16 2 нифига себе она вываленная надо его завалить эту точку почти на сантим сейчас завалю его ну все завалил колеса не из то чтобы их подвинули вперед они да они тоже немножко по идее у нас упали вывалились но не так что там стало стало норма тут на сантим разница иначе то просто была запавшая это ровно стояла можете чуть не правильно вам сказал пятнашка 15 до видно на 15 без миллиметра и здесь 15 без миллиметра а пока плавно все равно поедем на развал вопрос только когда пятнашка пятнашка то есть она стоит очень вертикально как и должно быть типа в нуле в общем выставил я вертикали колеса стоят ровно поэтому если вертикали ровно значит развал у нас типа в нуле считается перпендикулярно днищу автомобиля соленблок отлично себя тут чувствует этот соленблок да отлично он себя чувствует ничего с ним не произошло можно было конечно отверстие распилять можно вообще было снять рычаг поставить втулку да там гидравликой от чего-то давануть типа перевернуть это место ломануть его но не будем не надо но и так нормально все ходит контрагайки какие-то нашел м18 или м20 другого ничего не нашел токаря нет поэтому втулки вытащить вытащить некому все зажал все выставил класс все с ходовкой разобрались кстати посмотрим будет руль тянуть куда-то влево-право не будет до этого не тянуло при любой скорости я прошлом видео показывал антошка с мелитополя пробует тебе я шайбу поставил свой положено по поншую и было время вернее время есть эти штучки поставил бампер закрепил теперь он у нас эти купил такой бампер не обращайте внимание можно было запаять вообще видно не было что битый но и так нормально закрепил бампер жестко теперь играть не будет я думал поставить нивелир на центре на центр штаков типа нивелир поставить а потом померить колеса ровно параллельно поставить машине а потом померить типа кастер сколько там в миллиметрах одна сторона 2 и подвести ровно но зачем блин я что это я штаканы выставлял относительно кузова в миллиметр поэтому достаточного достаточно от их точек все ровно кузов весь вот эти точки это стильно стаканов ровно ровно я себе выставил все то же самое какие на той стороне вот он три пальчика так вот и там также так что колеса у нас стоят ни одно вперед никуда не убежала они стоят ровно я про схождение не сказал у меня просто товарищ взял второй нивелир ремонт дома делает обои клеит можно было конечно отметить там полтора метра а вот метр-восемьдесят лучше направить параллельно стапель у например там вторую луч параллельно стапель у чтоб тут была метр восемьдесят между лучами там между лучами а потом уже мерить именно тут например cada 16 сантиметров тут то про 14 а по круте он то есть сделать колеса именно параллельно параллельно по нивелиру но не хочу поэтому я просто взял рулетку и мерил мерил от этого момента как мог максимально выше до этого и здесь все то же самое здесь вот рулетка и шла вот так ну то есть конечно но ниже оси но я примерно вывел миллиметр миллиметр у меня диски ровные а там поедем на развал потом когда-то нам подкорректируют интересно конечно выехать посмотреть будет вытащить влево вправо не будет вот это вот интересно не час я знаю многие спрошу спросят комментах как она стала устойчивее не устойчивее блин я не пойму я на ней так мало держу что я не пойму как она стала сейчас уже поедем проверять руль ведет не ведет как машина значит повезло еще центральному замку заднему я задней двери еще не вставлял те штуки поэтому задняя дверь все время закрыта кого-то подвести плохо открывать приходится поставил эту штуку вот так поставил правда когда гнул поломал 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 поэтому приварил приварил три точки сварочных электро тройка вот так вот так вот идет раз два и вот три пошел до этой штучки ну и конечно распадает поэтому здесь вот стяжку блин забыл натянуть кстати обрезал они натянул сейчас натянул натянул терни не болтается то есть она все работает туда чик вот так проволока идет лишь показывал 1 2 и пошла вниз 3 вот даже не так даже типа небольшой ступенькой потому что я паскалу когда прикрутил уже паскалубцами выгибал туда-сюда ну как в детстве спицы регулируют знаете паскалубцей героша выгибаешь отрегулировал закрывается работает все класс поэтому повезло сегодня еще одной двери второй двери сегодня не повезет поэтому потому что время нет у нас ну поехали потестим руль ведет наведет да и вообще как другие друг действительно я замечу разницу какую-то визуально то конечно я замечаю и фиасия колесо сдвинулась вперед ну рульку мы конечно не угадали я потом ее переставлю но вот как видно мы едем 30-ку принципе не ведет роль стоит нормально машину не тянет вопрос нужно ли ехать на развал я думаю нет скажите нет я правда блин во все колеса подвушки накачал по моему это жестоко ну 90 соточка сейчас пятую крючу а то наорет сильно вот смотрите ну тут дорога кривая извините болтает ну в принципе соточка машинка едет прямо все классно значит на развал мы не поедем вообще никогда руль только надо переставить на несколько шлицов и все и огонь говорите . огонь руль дрожит видите и нормальное явление для славуты класс победили колеса и развал схождения тоже все поехал километров 10 намотал не ведет не кидает вообще ничего не происходит сейчас колесо чуть вывернуто но я там останавливался все но класс не ушло никуда ни одно ни второе то есть отлично всем пробует и всем пока